я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня мы с вами узнаем настоящую правду откуда и почему берутся все эти металлические стеллы или колонны по всему миру но для начала я расскажу вам странную историю которую случилось со мной и жду от вас маленького ответа хочу в первую очередь сообщить такой момент или факт который со мной произошел не знаю как точно это случилось но может быть у кого то есть маленькая подсказка ну или какое-то предположение что это может быть такой я сейчас вам покажу что за травму небольшой я получил и каким образом она могла произойти подскажите мне пожалуйста вот смотрите вот здесь вот вот прямо где рука где бицепс вот видите идет да у меня появился вот такой вот подтек точнее тоже не потек а прям реальный синяк смотрите как он у меня появился получается мне пришлось там немножко позаниматься такими но мебельными работами собирал небольшой шкафчик но долго его собирался в 7 8 постоянно крутила отвертку руками без шуруповерта без всего может быть из-за какого-то перенапряжение вот смотрите налево руки у меня есть ничего нет видите все гладко все ровно вот здесь справа появилась вот эта непонятная травма как я предполагаю что все-таки вот смотрите и вот она заканчивается вот он вот этот вот синяк и как я предполагаю что все-таки какой-то произошел разрыв мышц или сухожилия возможно порвались бицепсы вот здесь вот если у кого-то такое было скажем так нужен вас не ваш небольшой совет и консультация потому что буквально первые сутки у меня была сильнейшая такая боль и внутри как будто бы все тянулось все прямо вот так вот растягивалась без остановки вот как будто кто-то берет и вот так вот натягивает мышцы или вот эти все какие-то внутренние какие-то суставы сухожилия вот так вот рвет их но потом сутки прошли вроде бы все пропало но синяка вначале не было его стал проявляться вот этот вот синяк так что подскажите что может быть это такое то могли лопнуть какие-то внутренние капилляры или вены или же все-таки вот эта травма скорее всего у меня разрыв бицепса что-то с этим связано ну а теперь мы смотрим самую главную информацию итак друзья сейчас мы с вами снимем невероятный закат солнца прямо в прямом эфире попробуем приблизить камеру солнышко должно зайти за туч смотрим очень внимательно весь процесс вот видите она скрывается так ну ка ну ка ну ка как она заходит садится все ниже 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 и сейчас совсем исчезнет садится или так скажем отдаляется мы должны понимать что солнце на самом деле может отдаляться даже вот она немножко движется куда то направо и все нет контур верхний еще виден почти что она скрылась за облаками вот прямом эфире мы понаблюдали этот интересный эффект и нужно разобраться то ли она уходит за землю то ли она прячется вниз но туча всегда блокирует этот момент как мы уже поняли то все сейчас на нашей земле ведет себя достаточно странно в том числе и наши небесные светила но давайте же вернемся к этим металлическим стеллам которые были ни с того ни сего установлены в различных уголках земли как например здесь в сша именно эту металлическую колонну обнаружили вертолетчики как нам рассказывают но на самом деле ведь бывают огромные колонны и стеллы в различных уголках земли они не металлические а большинстве случаев выполнены из бетона и имеют непонятное предназначение для большинства населения земли только тогда для чего же все-таки вот такие монументы возводить кому это нужно ведь это достаточно серьезные финансовые вложения и не просто же так всем нам любоваться на эту железобетонную конструкцию часто как например в париже на этой колонне установленной и привезенной вообще-то из египта можно увидеть и рассмотреть огромное количество древних иероглифов которые имеют конечно различные предназначения но все они в большинстве своем предназначаются богам или тем кто устроил весь наш мир то есть колонна это непосредственная связь между нами людьми и теми самыми богами которые контролируют всю нашу вселенную и это не просто так когда они завоевывали территории то ставили именно эти колонны в тех местах где вся земля становилась принадлежащий именно им они другим богам ведь там были большие войны между ними но теперь давайте вернемся к нашим земным установленным недавно колоннам и на примере нескольких из них например из румынии сша попробую проанализировать точные места их установки где это было расположено например в румынии все это случилось в непосредственной близости от замка дракулы вам ни о чем это не говорит давайте же сейчас взглянем на карту и все посмотрим вот она наша матушка москва и родина россия давайте же поднимемся немножко выше и посмотрим где точно располагался замок графа дракулы а он именно находится рядышком с черным морем и совсем недалеко от крыма вот здесь и стела установлена в районе пьятра нямц как раз это почти что совсем имением этого кровавого кровожадного существа который как я понимаю жил много тысячи лет вы чувствуете для чего и зачем ставятся все эти колонны только в определенных местах земли вот здесь вот он находился совсем недалеко от молдовы западной украины все это и есть территория графа дракулы того вампира который пил человеческую кровь чтобы понимали вот как раз в этом городке в окрестностях от него и была установлена колонна если кто-то из вас читал рассказ про графа дракулу то может убедиться что вот этот маршрут как раз проходил через бистрицу там сидели они в кафе такой населенный пункт их конечно несколько в румынии но в любом случае где-то в этих лесах горах и обитает тот самый страшный человек который контролировал всю вот эту соседнюю территорию и стелла здесь установлена не просто так но давайте же перейдем на следующую стеллу которую установили только на днях и это совсем другая территория теперь мы с вами прочитаем главную новость от 7 февраля 2021 года в турции найден таинственный монолит он расположен в провинции шандлы урфа так вот что же это за провинция сейчас вы все узнаете и это секретная почти что сирийская территория теперь мы с вами прямиком из румынии перелетая или переплывает черное море попадаем в турцию в такую провинцию шандлы урфа также там есть и одноименный город хочу сразу же вам сказать что это приграничная территория чем бы вы думали сирией а именно в сирии сейчас идут кровопролитные войны и борьба за власть в том числе и мы российские войска принимаем там непосредственное участие вы теперь чувствуете каким образом устанавливаются все эти стеллы или колонны подбираются к сирии к такой опасной территории в которой сейчас происходит просто очень серьезные сражения и гибнет множество в том числе и мирного населения чуть ниже сирии расположен израиль чтобы понимали и сам и иерусалим так вот эти колонны все ближе и ближе начиная с америки потом пересекли атлантический океан побывали в замке дракула и подходят вот сюда к этой скажем для меня очень опасной зоне но это еще не все вот это вот турецкая стелла или металлическая колонна установлена в непосредственной близости от города алеппо этот город и его наименование мы часто слышим в российских новостях что именно там происходит и происходили самые серьезные страшные боевые действия так давайте же посмотрим насколько близко все эти события находятся от войны и что произошло с тем некогда красивым и цветущим городом который потерпел просто крах во время боевых и действий а а а а вы видите какие ужасы там происходили а ведь совсем недавно это был ул очень красивый город где жило множество людей взрослых детей и стариков но пришла к ним война и не осталось больше ничего не жилья не машин не имущество кадры просто ужасный и нельзя поверить что это все случилось в наше с вами время они когда-то очень далеко и на непонятной территории нет все это достаточно близко от нас поэтому мы не должны видеть весь мир в розовом цвете понимая что совсем рядышком кому-то очень и очень плохо посмотрите на этот прекрасный город чуть раньше до его разгрома и той войны который там произошла красивые домики малоэтажные парки аллеи храмы а сейчас просто пустота и руины как мне жаль это место и я думаю точно так же и вам потому что столько красоты в начале было сооружено и построено хорошими людьми но затем другие люди пришли и просто все разбомбили как же это ужасно понимать в наше время что на самом деле война в мире еще не остановилась я призываю все светлые силы нашей вселенной чтобы вот эти колонны которые появляются по всему миру стали знаком примирением и того что везде на всей планете закончится эта страшная война и будет только мир во всем мире нам нужны красивые города здоровые люди и конечно любовь и добро в наших сердцах на этом я говорю вам до свидания мы скоро увидимся друзья оставайтесь на связи поехали пока Бы БУМ!